Дорожные ямы Глубиной ямы должна быть не менее 7 сантиметров, чтобы асфальтобетонная смесь надежно в ней закрепилась. После того, как из ямы уберут все мелкие и крупные камни, струей воздуха сдувают пыль. Теперь дело техники – большого современного кохера. Это практически печка на колесах. В ней летая асфальтобетонная смесь разогревается до 220 градусов и постоянно поддерживается на таком уровне. Это позволяет ремонтировать дороги, даже когда на улице минус. Основная проблема, которая может возникнуть при данном ремонте – это выпадение осадков. То есть пока температура не опускается ниже 10, работы производить можно. Единственное, что проблема, если выпадает, начинается либо снег, либо дождь, то работы приостанавливаются до возможного посыхания дорожного покрытия. В этом году ямочный ремонт начали раньше обычного. Позволила ранняя весна. Уже отремонтировали 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В прошлом году к этому времени готово было почти в два раза меньше. В ближайшие дни планируется делать ямочный ремонт не только ночью, но и днем. Задействуют все установки кохера, что нашли в области. Шесть принадлежащих муниципальному предприятию благоустройства и еще четыре предоставили предпринимателям. Автолюбителей такой масштабный подход к ремонту только радует. Обязательно нужен, потому что в такую непогодицу, когда асфальт поднятый морозами, то, чтобы не потерять колеса, очень нужен даже хороший ремонт. Видно по городу, что уже ямы засыпаются и работа проводится. Он необходим, понимаете. И то, что делается ночью, это плюс, потому что днем большие пробки затрудняют движение. То есть ремонт, он как бы даже вот такой точный, он нужен. По крайней мере, советская армия отремонтирована более-менее с того. На этой неделе отремонтируют полностью улицы промышленности Алексея Толстого, Льва Толстого и Каховскую. Всего в планах подлатать почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. А когда среднесуточная температура установится выше 5 градусов, начнется ремонт горячим асфальтобетоном. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов, События.